Здравствуйте. Умер Мохаммед Али. Величайший Мохаммед Али. Это у него прозвище такое было, и вовсе не шуточное. Величайший. Какие шутки? Величайший тяжеловес в истории бокса. А какие там были ребята? Джек Демпси, Джо Луис, Рокки Марчиано, Джордж Форман, Майк Тайсон. Пальчики оближешь. Все великие, все легенды, но он величайший. А по мнению большинства экспертов, возможно, вообще величайший боксер в истории. Но и это не все. Вероятно, и он признавался таковым, величайший спортсмен 20 века. Но ведь и не только спортсмен, общественный деятель мирового масштаба. После его ухода многие знаменитые люди высказались о нем. Из мира спорта, бокса прежде всего. Повзрослевший, помудревший Майк Тайсон, выложив свой снимок с Али, кратко подписал его. Господь пришел за своим чемпионом. Джордж Форман, человек-скала, который был нокаутирован Али, а потом, многое пережив и передумав, вернулся в большой бокс, был чемпионом почти до 50 лет, да и сейчас, в свои под 70, по-моему, не потерялся бы на ринге. Так вот, Форман написал, часть меня ушла, величайшая часть. И президент США Барак Обама, который, как выяснилось, хранит у себя как драгоценный сувенир подаренные ему перчатки Али, не остался в стороне. Он ведь первый черный президент Соединенных Штатов. А для Али эта расовая тема была важна. И британский пример Джеймс Кэмерон высказался. Американский журнал «Тайм» выпустил специальный номер с Мохаммедом Али на обложке. Рамзан Кадыров заявил, что всегда мечтал пожать руку Али и пообещал построить в Грозном зал бокса и назвать улицу его именем. Али ведь был мусульманин. В Риме в 60-м году он стал олимпийским чемпионом. 18 лет, совсем мальчик. Из Луисвилла, штат Кентукки. И звали мальчика Кассиус Клей. Потом он стал чемпионом мира среди профессионалов, просто уничтожив несокрушимого Сонни Листона. А после этого принял ислам и сменил имя на мусульманское. Это была тогда острая мода, фишка. В Америке шла борьба против сегрегации. Еще в Южных Штатах, в общественных местах торчали таблички только для белых. Еще со слова «нигер» не сажали в тюрьму. И 40 лет еще оставалось до избрания первого в истории США чернокожего президента. И вот в те, сейчас уже былинные времена, одним из проявлений протеста у афроамериканцев стала смена религии на ислам и отказ от фамилии, унаследованной от предков рабов. Юный чемпион Кассиус Клей стал не просто мусульманином Мохаммеда Мали. Он стал активистом, апологетом черного протеста. И вложил в него всю мощь своего характера и темперамента. Он остро чувствовал несправедливость, он был гордым, он был непримиримым. Неживой, неубитый тогда еще пастор Мартин Лютер Кинг, призывавший к братству и христианской любви людей всех цветов. А черный бунтарь, радикал Малькольм Икс, звавший на бунт и расовую войну, стал его кумиром и духовным наставником. Джорджа Формана, равнодушного к политике, Алина зовет, обзовет дядя Том. Трагический герой знаменитого романа Гарриет Бичерстоу, имя которого стало синонимом рабской покорности судьбе. В Устах Али это была презрительная насмешка, но то было позже. А тогда, в 60-е, Мухаммед Али совершил гражданский поступок, который сделал его по-настоящему знаменитым во всем мире, даже там, где его не знали как спортсмена. Америка тогда воевала во Вьетнаме. После поражения в той войне штаты перешли на профессиональную армию, но тогда в армию призывали. И вот Али, гражданина США, призвали в армию. И Али отказался идти воевать во Вьетнам. Мухаммед Али стал символом активного, бесстрашного миролюбия. Он был лишен звания чемпиона мира, на несколько лет отлучен от бокса, чудом не сел в тюрьму, но стал фантастически популярен во всем мире. И, разумеется, в Советском Союзе, где его ценили как жертва американского империализма и даже показали разок его бой. Надо сказать, ангелом воплоти Мухаммед Али никогда не был. Очень артистичный, не только на ринге, остроумный, отвязный. Он был находкой для всех телешоу. Это с легкой руки, а точнее, с лишенного костей языка Али, в профессиональный бокс пришла малоблагородная манера перед боем осыпать друг друга оскорблениями. Правда, для самого величайшего это носило скорее характер веселых подначек и имело чисто прагматическую цель повышения интереса к предстоящему поединку. Али вообще не имел себе равных по части саморекламы. Он ведь и величайшим сам себя назвал, и прижилось. Я не просто самый лучший боксер, самый быстрый, самый сильный. Дело в том, что я гений. Я абсолютно идеален, я самый лучший. Я самый умный, я самый красивый, я самый обаятельный и удивительный. Мало того, я самый умный из самых красивых, и самый удивительный из самых обаятельных. Я самый, 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 самый. Надо сказать, что боксер Али действительно был от бога. Стремительный, пластичный, как большая кошка. Он был одновременно эффективен и зрелищен. В юности главным его боевым аргументом была скорость, феноменальная для тяжеловеса. С возрастом сила сохраняется долго, но скорость уходит. И Али после возвращения на ринг брал уже другим боксерским классом и характером. Казалось бы, красавец, миллионер, любимец публики, мировая суперзвезда, вообще баловень судьбы, вполне себе гламурный персонаж. Он демонстрировал в лучших своих боях потрясающую, какую-то мужицкую твердость духа. В золотую историю спорта вошли, их можно без труда кликнув пару раз посмотреть сегодня, два его прославленных чемпионских поединка против прославленных, могучих соперников. Джорджа Формана в Африке. Этот бой известен как рубка в джунглях. Рамбл ин джангл. И особенно против Джо Фрезера на Филиппинах. Эта битва названа триллер в Маниле. Thriller in Manila. Пересказывать бесполезно, посмотрите. Там просто чудеса стойкости. Обоих потом отвезли в больницу в критическом состоянии. Но Али победил. Уже располнев, отяжелев, уже страдая болезнью Паркинсона, Мохаммед Али начал проигрывать и ушел из бокса. Официально страшную болезнь ему диагностировали в 1984 году. И все последующие годы, три десятка лет он жил с ней. И оставался живой легендой, причем легендой любимой. Ни один из его бывших смертельных на ринге соперников никогда не бросил в него камень. И здесь есть, как мне кажется, два фактора. Первый. Али действительно при всем своем насмешливом, колючем нраве, при своей склонности к самовосхвалению, при всех своих шоуменских эскападах, был добрый, хороший и отзывчивый парень. Он пока мог, помогал многим боксерам с несложившейся поломанной судьбой. Вообще людям помогал. А второй фактор – все они, эти уже старые, иссеченные как гладиаторы шрамами воины, выйдя на заслуженный отдых, как правило, сохраняют друг другу какое-то странно нежное, бережное отношение. Эти могучие, суровые дядьки, которые от души страшно, беспощадно били, убивали друг друга, чувствую ярость, всю непримиримость оставили там, в молодости, на далеком ринге. Они все давно доказали и себе, и другим. В старости они стали мудры. Ушедший Мохаммед Али – их старший товарищ, капитан их команды. До свидания.